Ростов сегодня это первый мобильный пункт вакцинации. Он работал в крупном торговом центре на Западном и продолжение пошагового снижения коронавирусной статистики. Это суд над Анастасией Шевченко и приговор четыре года условно и тушение пожаров в доме, на складе и в машине. А также спасение утопающих из-подо льда наш корреспондент испытала себя в проруби. Ростов сегодня это поход на старый базар за семечками и от этого ну никак не оторваться. Плюс первый в истории выход хоккейного Ростова в плей-офф чемпионата ВХЛ. А еще победа Ростов-Дона над звездой Безвяхеревой Моногаровой-Кузнецовой, чеховская душечка выпускников ВГИКа с четырьмя актрисами в роли душечки и предчувствие ухудшения погодных условий за окном. На первом Ростовском информационная программа Ростов сегодня. Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса заработал сегодня в Ростове. Размещен он в Золотом Вавилоне на Малиновского. На втором этаже торгового центра медики принимают всех желающих получить защиту от коронавируса, независимо от места регистрации и прикрепления к поликлинике. Здесь же можно сдать экспресс-тест на антитела. Такое развертывание прививочного пункта стало возможным благодаря тому, что российская вакцина спутник ВИИ нетребовательна и не нуждается, в отличие от иностранных аналогов, в экстремальных температурах при хранении и транспортировке. Спутнику ВИИ для нормального самочувствия хватает морозилки холодильника. В ней должно быть не выше минус 18. А сделать прививку теперь можно в торговом центре Золотой Вавилон на втором этаже. Это первый такой мобильный пункт в Ростове. Надо каждому привиться, если есть для этого возможность и нет противопоказаний. Это, как говорится, безопасность нашей страны, безопасность всех наших людей, чтобы эта зараза не распространялась и не калечила и не убивала наших соотечественников. Обслуживает мобильный пункт горбольница номер 20. Привиться здесь могут все желающие. Главное – иметь при себе паспорт, полис и страховое свидетельство. Пациенту оформляют историю болезни. Он подписывает соглашение на вакцинацию и идет на прием к терапевту. Осмотр, измерение температуры тела, артериального давления, уровня кислорода в крови. Нет противопоказаний на прививку. На все уйдет минут 30. Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Первый этап, допустим, сегодня. Последующая ревакцинация проводится через три недели, через 21 день. Пациенту по окончании вакцинации выдается сертификат, где указаны даты, название вакцинации и все остальные данные. Человеку, который сомневается, болел он или не болел, тут же могут провести тестирование для определения наличия антител. Результат будет буквально через 15 минут. Если антитела есть, вакцинацию можно отложить. Ирина Петелина, работающий пенсионер. Вопрос о том, прививаться или нет, для нее не стоял. Я считаю, что чем я быстрее это сделаю, тем мне легче будет жить. А здесь все в одном комплексе. Вот только что у меня сделали тест. Посмотрим, есть у меня антитела. И тут же прививку сделаю. Мне это удобно. И людей нет никого. И еще рядом магазины. Все удовольствие в одном. В Ростове на сегодня 30 прививочных пунктов во всех поликлиниках. Привито уже 20 тысяч ростовчан. Пропускная способность этого и пока единственного в городе. Мобильного пункта вакцинации до 200 человек в день. Мне все понравилось. Очень замечательно. Сейчас вот сделала вакцину, чувствую себя прекрасно. Даже не поняла, что мне ее сделали. Работать в мобильный пункт вакцинации будет каждый день без выходных. В режиме работы торгового центра с 10 до 22 часов. Татьяна Цепелева, Владимир Трофимович. Первый ростовский. Еще на три меньше. В коронавирусной статистике Ростовской области сегодня 323 положительных теста на коронавирус. 121 в Ростове, 16 в Новочеркасске, 14 в Таганроге. Выздоровели 348 человек, 21 умер. Это 10 женщин, в том числе 43, 50, 52 лет. И 11 мужчин от 62 до 84. За последние сутки привито 4000 человек. Два этапа вакцинации уже прошли больше 10,5 тысяч жителей региона. В целом по стране заразились еще 13,5 тысяч человек. Умерли 480, больше 18,5 тысяч вылечились. Четыре года лишения свободы условно. Такой приговор огласил сегодня Октябрьский район из суд Ростова Анастасии Шевченко. Активистка обвинялась по первому в стране уголовному делу о нежелательных иностранных агентах за участие в нежелательной организации «Открытая Россия». Уголовное дело по статье УК «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности было возбуждено в январе 2019. Шевченко поместили под домашний арест. Гособвинитель просил для активистки реальный пятилетний срок в колонии общего режима. Поддержать подсудимую приехала Ксения Собчак. Шевченко возглавляла ее ростовский предвыборный штаб во время выборов президента. До вступления в силу приговора Анастасии Шевченко назначена подписка о невыезде. Подробности в наших следующих выпусках. Машина, склад, дом. И все это горело. Три пожара в сегодняшней сводке ростовского городового. А еще Лидия Романченко расскажет, как можно попасть за решетку за решетки. Ростовский городовой на страже. Информация о самом заметном хронике происшествия расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Огонь остановил легковушку на полпути из Ростова в Батайск. ЧП случилось сегодня утром в половине восьмого. Как сообщает МЧС, машина загорелась на ходу. Рассветное небо затянул черный дым. Огонь полностью охватил легковушку. По словам очевидцев, которых оказалось немало, водитель успел выскочить. Пожарные потушили авто в считанные минуты. Но все равно в машине, судя по кадрам, вряд ли хоть что-то уцелело. Подкинула работы ростовским пожарным и среда. Сначала пришлось тушить склад на Таганрогской улице. Здание площадью 300 квадратных метров выгорело на треть. 60 пожарных и 14 единиц техники потушили огонь меньше, чем за час. И почти сразу новый вызов в центр города. На пересечении Суворова и Кировского загорелась двухэтажка. Здание заброшенное, но известное в соцсетях по ковру, заменившему калитку. Дым вырывался со второго этажа. Очагом возгорания оказалась куча мусора. Площадь пожара разрослась до 10 метров. Свободу ливневкам дарил ростовчанин. Возможно, решив, что городские истоки несправедливо отправляются за решетку. С сентября прошлого года освободителю дождеприемника удалось выломать 24 решетки. Хотя причина действий 35-летнего мужчины корыстная. В дежурную часть отдела полиции номер 6 Управления МВД России по городу Ростова-на-Дону неоднократно поступали сообщения о краже чугунных решеток дождеприемника. Стражи порядка установили, что ростовчанин ночью крал ливневки, расположенные на улицах города, после чего грузил их в свой автомобиль и сдавал в пункт приема металла. За украденное он получил и уже потратил 130 тысяч рублей. Теперь за решетки его самого могут посадить за решетку. Статья кража предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. На этом все. До встречи. Чуть морозец и тянет нас южных людей на лед. И экзотика это уже и азарт рыбной ловли. Ну а на случай провала где-то рядом спасатели, готовые научить спасать и спасаться каждого. Сегодня на пруду в роли утопающего себя почувствовал наш корреспондент Юлия Карасюк. Мастерство спасатели пока оттачивают на своих. Этот длинный надувной мост используют для того, чтобы максимально близко подобраться к провалившемуся подлёд далеко от берега. А вот и реальное погружение. Конструкцию за считанные секунды подкатывают к месту происшествия. И быстро вытаскивают пострадавшего из ледяной воды. Тут появляется идея примерить и на себя роль утопающего. Ну или водолаза. Конечно, обычно подлёд уходит в более светском прикиде, но и в гидрокостюме можно в полной мере понять, как раки зимуют. Условия у раков явно не из приятных. И у нас тоже. По легенде, надувного моста рядом не оказалось. В роли спасителя – обычная палка. Далеко на ней не протащишь. Служит только недолгой опорой. А после нужно как можно быстрее перекатиться на толстый лёд и попытаться аккуратно дойти до берега. У этого костюма два слоя защиты. То есть мне и сейчас на морозе не холодно, и в воде было абсолютно не холодно. Я даже не понимала, что я нахожусь в воде. Но скажу сразу, занятие – это абсолютно небезопасное, так как падая в прорубь, мне кажется, что я вывихнула плечо. И на самом деле очень сложно было выкарабкиваться оттуда. Так что всё-таки советую всем поосторожнее быть на льду и не испытывать судьбу в зимнее время. А тем, кто провалился недалеко от берега, придут на помощь надувные носилки. Это более такой облегчённый вариант мобильный. Когда с берега, допустим, тяжело отработать с мостом, то эти мобильные носилки, их можно взять. Они всего 15 килограмм весят. Их можно отнести на более удалённое расстояние. И когда лёд совсем тонкий, взять и оказать помощь непосредственно человеку. Чем ниже температура на улице, тем жарче приходится спасателям-водолазам. Любителей выйти на лёд много, и не всегда это рыбаки. Вот буквально недавно из водоёма спасли ребёнка. С начала года под донскими льдами погибли пять человек. Семерых успели вытащить. Поэтому водолазам постоянно приходится держать себя в форме, привыкать к холодной воде. Костюм держит тепло только первое время. «Если работать в воде, то до часа. Вода ж не бывает слишком холодная. Она максимум опускается до... Ну, минус два – это уже солёная, в пресной, в принципе, два градуса тепла. В этом костюме мы можем работать до 40 минут, в принципе, без особых проблем». Ну и тренировать зрение. Вода в донских водоёмах стабильно мутная. А зимой ещё и редкие лучи солнца задерживает ледяная корка. Сегодня в качестве зрителей на учениях – школьники и студенты ДГТУ, которые хотят стать добровольцами-спасателями. «Я же собираюсь учиться в общевойсковом командовоенном училище. И всё, что здесь прошло, это мне в будущем пригодится. Я своих ребят буду учить тому, чтобы проходить через всякие штуки, через всякие заструднения. И я и сам бояться не буду. И уже буду в состоянии их этому обучить». «Зная правила, помочь утопающему может каждый. Но всё же лучше изначально отказаться от выхода на тонкий лёд». Юлия Карасюк, Юрий Санкин, Первый, Ростовский. «Держись, товарищ, по пробке!» Так сказал один пассажир и протянул другому мандарин. Подсластил дорогу. Такую картину взаимопомощи заметила в интернете наш корреспондент Екатерина Лободина. Вот она уже в студии, готова рассказать, чем ещё заинтересовались ростовчане в сети. А ещё ростовчане обсуждали собаку на крыше заброшенного здания и счастливого холостяка, который о своём разводе сообщил на багажнике «Газели». Подробности расскажу прямо сейчас. Крыш-терьер охраняет чердак от Карлосона. Или наоборот, ждёт его возвращения. На крыше заброшенного здания в центре Ростова заметили собаку. Наверное, вид сверху лучше, подумал Шарик, и полез. А может, просто гонялся за кошкой и заблудился. А теперь думает, как выбираться. Но некоторых подписчиков волновал вопрос, который к делу не относится. Почему так часто горят такие дома в центре? Но большинство всё-таки занимались псом. Бедный, как он туда забрался? Он же не сможет самостоятельно найти способ спуститься. А может, кто поможет? Думаю, всё-таки сам справится. А в крайнем случае опытные коты помогут. Пока стоял в пробке, нашёл друга. И угощением новое знакомство закрепил. Машины стояли вроде бы рядом, но рук не хватало. И водитель их сблизил. Мандарин дошёл до адресата. Подписчики восхитились добротой. Самое милое видео за сегодня, которое я видела. Но хейтеры и тут не отдыхают. А выйти и нормально отдать не судьба. Надо создавать аварийную ситуацию. Как будто выйти из машины посреди дороги ситуация не аварийная. И большинство хейтеров не поддержало. Будьте добрее. Почему вы всегда пытаетесь найти негатив в самом хорошем и добром? Очень милый ролик. Подняли настроение. Чья-то может стать и поверхность автомобиля. Водитель грузовой «Газели» решил поделиться своей радостью и написал на грязном кузове. Ура! Развёлся свобода. И неравнодушные поздравили его там же. Красава! Поздравляем, бро от души. Но некоторые хранители очага с такой радостью не согласились. Чему радуются, непонятно. Если не смог ужиться с девушкой, сам виноват. Как будто бы его под дулом автомата женили. Он много лет страдал, а теперь свободен. Но были и те, кто встал на сторону героя. От ошибок никто не застрахован. Такой улов интернет-новостей сегодня. Что ещё принесут ростовские сети, покажем завтра. Коллеги, передаю слово. Спасибо, Катя. Мы продолжаем нашу информационную программу. Ростов сегодня – это поход на старый базар за семечками. И от этого ну никак не оторваться. Плюс первый в истории выход хоккейного Ростова в плей-офф чемпионата ВХЛ. А ещё победа Ростов-Дона над звездой Безвяхеревой Моногаровой-Кузнецовой, чеховская душечка выпускников ВГИКа с четырьмя актрисами в роли душечки и предчувствие ухудшения погодных условий за окном. Нет, попкорм всё-таки не то. У него нет шелухи. А семечку надо ещё разгрызть, и процесс в этом деле главный. Учёные из Албании подсчитали, что на футбольных матчах в Ростове расщёлкано огромное количество семечек. Так кто-то из болельщиков успокаивается, кто-то ужинает, а кто-то просто сорит. Наш корреспондент Олеся Слынько отправилась на старый базар за шалфеем, но увидела семечки и не смогла оторваться. Они негласно запрещены в цирке, потому что снижают сборы. Считается, что грызя семечки можно случайно повыщёлкивать зрителей. А вот по уровню содержания витамина D семечки подсолнечника соперники рыбы. Родина семечек Мексика, но там даже не знали, что их можно так вкусно жарить или взбивать до масла. А вот на Дону на семечках держится экономика и футбол. Мексиканцам русские мигранты всё-таки рассказали, как вкусно использовать семечки. А в Америке до сих пор не все знают, как их есть. И на некоторых пачках написана инструкция. Семечки необходимо разгрызть зубами, съесть ядрышко и выплюнуть шелуху. Но у нас никому не надо рассказывать, что делать. С любовью к жареным семечкам на Дону рождаются и с нетерпением ждут, когда вырастут зубы. Мы любим сами готовить, сами вкусно жарим, как нам нравится. Я в селе прожила много лет, поэтому я очень люблю семечки. У меня зубы, а это уже готовы, только кушать их не надо грызть. Помимо увлекательности занятия, грызть семечки подсолнечника полезно из-за витамина Е. Сырые нужно жевать тем, у кого болят суставы, а жареные, если не хватает калорий. Ещё в них масса клетчатки для повышения иммунитета. В семечке полезно женщинам, там есть витамин, который необходим для женщин. На старом базаре покупать выгоднее, даже когда не торгуешься. Некоторые продавцы делают личные скидки, например, за золотой возраст. Россия – чемпион мира по производству семечек, так бы и в спорте. Северные гости, москвичи и питерцы, берут нашу семечку мешками, предпочитая крупные сорта. Но ростовчане знают, вкуснее та, что помельче. На масло идёт и жареная семечка, и сырая. Оставшийся после отжима жмых идёт на корм птицам. Но больше этот продукт любят рыбаки и сазаны. Каждый знает, макуха – лучшая натуральная приманка. А если рыба всё равно не клюёт, можно привлечь, пожевав кусочек. Кушаешь – и сазана привлекаешь. Он хорошо берёт, я вам скажу. Он берёт надёжно. Ну, типа как кушаешь и на речке сидишь, и говоришь, а он слышит, да, и прослышит, да. Пропнуть этому рыбаку. Хорошая макуха должна быть очень твёрдой, синего цвета и ароматно пахнуть маслом. Ну, а ещё семечки – любимое лакомство дальнобойщиков и футбольных болельщиков. Они щёлкают, чтобы не заснуть. Олеся Слынько, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Историческое событие в Ростове спортивном. Хоккейный Ростов впервые в истории вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ. Случилось это в последнем туре регулярного сезона в Самаре. И как же так случилось, обращаюсь я к хоккейно-бабслейному обозревателю Льву Клинову, что последнюю шайбу наши забросили в пустые ворота. Ведь сопернику уже ничего не было нужно. Ну, как же ничего. Да, мимо плей-офф, лётчики уже в пролёте. Но играли дома и хотели улететь в тёплые края на отдых. Красиво. Ну, а нас во встрече с ЦСКА ВВС устраивала ничья именно. Её Ростов и добился. А потом ещё и овертайм выиграл. И когда ещё увидишь, что в дополнительное время команда меняет вратаря на шестого полевого игрока. ЦСКА ВВС шансы на продолжение борьбы потерял. Но уходить в отпуск с поражением просто неприлично. Лётчики забили первыми в середине первого периода в большинстве. Ростов отыгрался сразу после перерыва и тоже разыграв лишнего. Пеньковский получил пас из-за ворот и был точен. До конца периода команды ещё обменялись голами. Мы получили шайбу в девятку, а сами опять чётко сыграли после передачи из-за ворот. В этот раз отличился Краснов. Третий период прошёл безрезультативно. Нашим достаточно было просто удержать ничью. А в овертайме ВВС удивили стремлением к победе, заменив вратаря шестым полевым игроком. Но шайба попала именно в эти пустые ворота после броска Антипова. Мы когда мы сравняли, установка была в первую очередь только на обороне, потому что нельзя было ошибаться ни в коем случае. Мы молодцы ребята, достояли, вытерпели. Хочется поздравить всех болельщиков и руководства клуба с выходом плей-офф. Это очень большое достижение для нас. Победа 3-2 вывела нас на 14-е место и соперником по плей-офф стал пензенский дизель. С этим клубом играть можно. Дома в регулярке Ростов проиграл 2-3, а в гостях совсем недавно выиграл в овертайме. Матчи на вылет в серии до четырёх побед начинаются совсем скоро. В Пензе 21 и 22 февраля в Ростове команды сыграют 25 и 26. Есть у нас в Ростове спортивном и гандбольная победа, но она, в отличие от хоккейной, довольно рядовая. На матч со звездой Пер Юханссон вывел команду без нескольких лидеров. Моногарова, Вяхерева, Кузнецова, Бобровникова по разным причинам на площадку не вышли. В основном, конечно, чтобы получить паузу в плотном графике после эмоциональных игр Лиги Чемпионов и перед главным противостоянием в чемпионате России уже в воскресенье к нам приедет ЦСКА. Ростов – лидер нашего чемпионата. Ростов – лидер своей группы в Лиге Чемпионов. Но в любом случае я игрой недоволен по одной простой причине. Потому что очень много игроков основного состава дали отдохнуть в Ростове. И нам этим моментом можно было бы воспользоваться и сыграть гораздо качественнее. Ну, дело в том, что как раз-таки качество и отличает Ростов от всех команд Суперлиги и, может быть, даже Лиги Чемпионов. Гроза Ади продолжила, как не заканчивая матч с Ференцварошем, четкое взаимодействие с Линейной Макеевой. Мы быстро начали уходить в отрыв, а между Миланой Таженовой, которая получила массу игрового времени, и Альбиной Мурзалеевой, главным бомбардиром звезды, завязалась гонка «Кто забьет больше». Я не особо доволен первыми 15 минутами встречи. Нужно было отдавать больше энергии на площадке и проще сыграть в атаке. Но затем мы стали действовать лучше. Было важно провести ротацию состава, ведь календарь у нас непростой. Кроме того, нашим молодым гонболисткам нужно давать игровое время, чтобы они прогрессировали. И у них это получается. Они показывают бойцовский характер. Ростовчанки практически позволили себя догнать, но на рывок гостей ответили своим. И за 12 минут до конца тайма достигли двукратного превосходства – 12-6. Почти весь первый тайм в рамке трудилась Галина Габисова. Но на последние минуты тренер выпустил Дарью Ткачеву, и та успела отличиться. Девушки держали комфортные шесть мячей разницы, наказывая соперниц еще и через всю площадку. На перерыв ушли с плюс семь. В позиционной атаке 19-летняя Валерия Сапкало забросила 19-й гол команды. Валерия сыграла целых 18 минут, а Милана Таженова вообще без минуты весь матч. И в итоге смогла обойти в бомбардирской графе Альбину Мурзалееву – 8-7. И даже на такой коронный с опоры гол Анны Сень ответила своим. Галина Габисова дважды смогла отбить пенальти. Правда, во втором случае мяч отскочил неудачно и влетел таки в ворота. А вообще удивительно, «Звезда» 9 раз била пенальти. Мы – всего один. С командой «Звезды» понятно, что мы нормально, спокойно справились. Там выиграли семь мячей и, в принципе, вели всю игру, да, то есть проблем не было. Ну, а, допустим, с какой-то более серьезной командой мы бы таким составом бы не сыграли уже. Я рада, что, как и в предыдущих матчах, мы сыграли мою любимую воздушку. Ну, не знаю, в атаке вроде практически все проходило. Да, были там затыки, но, мне кажется, это нормально. Вот этот момент с воздушкой. Но на Анне Сень нарушили правила и сыграть получилось, а реализовать – нет. Победа 33-26 – хорошая работа перед битвой с ЦСКА. Лев Клинов – первый ростовский. Душечку по Чехову сыграли первые выпускники-артисты ростовского ВГИКа. И в их интерпретации душечек целых четыре по числу ее увлечений. Но самое главное – спектакль показали в молодежном театре. Для молодых актеров это первое выступление на профессиональной сцене. Постановка стала дипломной работой студентов и результатом творческой лаборатории «Театр плюс кино». На показе побывала обозреватель Ростова-Культурного Юлия Сурикова. С одной стороны, публика невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку. Феерию ей даю, Ольга Семеновна, великолепных куплетистов. Ну разве ей это нужно? А ей подавай звенящую пошлость и балаган. Да и погода, поясняет Иван Кукин, просто ужас. Но Оленька Племянникова полюбила этого тощего, за чесными височками антрепренера. И пошла-поехала театральная жизнь, где домик крошечка в три окошечка, малая сцена молодежного театра, а герои чеховской душечки – выпускники актерского факультета ростовского ВГИКа. Это их дипломный спектакль. То, что они играют в наших мастерских – это одно, это все-таки учебный процесс. А тут уже взрослая жизнь, здесь уже прикосновение к профессии, да еще под руководством своего любимого мастера. Будущие актеры занимались в мастерской заслуженного артиста России Николая Ханжарова и режиссера-сценариста народного артиста Владимира Фокина. Постановка и работа над образами – совместный проект ВГИКа и актеров молодежного. Творческую лабораторию «Театр плюс кино» открыли год назад, после просмотра спектакля «Душечка» в учебной мастерской ростовского филиала. Пока еще не профессиональным актерам, но все-таки людям профессии, уже так можно сказать, показать свою дипломную работу на профессиональной сцене в нашем театре. Ну, не нам вам объяснять, и вы, наверное, тоже понимаете, что значит для ребят, для студентов почувствовать настоящую театральную сцену. Поверим, Ванечка. Давайте. Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна. Шляпу сними. Оленька уже успела вдоветь и снова выйти замуж за заведующего лесным складом Пустовалова. Новое семейное счастье играет уже другая актриса, чтобы показать, насколько изменила душечку жизнь. Но и тут делить заботы придется недолго. А вдовев второй раз, Оленька и вовсе перестанет ставни открывать. Но это по тексту Чехова. А на сцене видим перемещение от стола к столу, от сушек к баранкам. Повторение мотивов, как смена декораций и подтверждение высокой абстракции жизни душечки. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности года. Полгода. Нашла свое новое счастье. Вы себя воплилили. Четыре привязанности и четыре душечки. Молодые артисты инсценируют рассказ Чехова читкой ролей. К своим репликам герои добавляют слова автора. Это не последняя постановка творческой лаборатории «Театр плюс кино». В планах возобновить репетиции по сценарию Ханжарова о военных кинооператорах. И возможно даже снять телеспектакль. Новострой, но под старину. Один из редких примеров, как можно гармонично застраивать исторический центр Ростова. На Пушкинской строится здание в стиле 19-го, начала 20-го веков. Как вам такое решение? И стоит ли сохранять старые дома? Давайте послушаем, что думают ростовчане. Я больше склоняюсь к старым зданиям, потому что у них есть своя изюминка. Лучше бы их реставрировали. А вот эти новые, во-первых, наш центр, он такой старый-старый. Его новым как-то не очень, мне кажется, будет красиво застраивать. Я за старину. Вот эти здания, которые сносят, вообще их очень жалко. Купцов, дома. Это то, что надо сохранять. Москва сохраняет, Питер. А у нас как-то в Ростове такого нет. Это очень жаль. Надо сохранять. Но если совершенно вообще не подлежит восстановлению, то, конечно, надо что-то перестраивать. Потому что, ну, бывает же такое, что вообще уже под снос, как у нас много там домов этих заброшенных. И что-то более, конечно, в стиле в одном держать. Ну, не знаю, насколько это возможно. Я очень люблю старый Ростов, поэтому я все-таки отношусь к первому варианту, что нужно то, что можно. Оставить в таком варианте. А если есть возможность строить что-то новое, обязательно делать что-то новое, потому что все-таки мир не стоит на месте. Я думаю, что все-таки новое. Современное. Современный стиль все равно впереди. Мы живем в современном мире, поэтому... Ну, что это старье удержать? Строить, по возможности, конечно, в стиле старого Ростова. Или есть еще технология, когда фасад сохраняют, а просто внутренности все сносят по новой делают. Или так. Ну, или пытаться как-то вписать хотя бы в архитектуру города. Не делать эти высотки стеклянные. Охранять исторические здания. Это своя аура. А много районов, которые требуют красивой застройки. Иду и любуюсь. Если честно. Такое современное и в то же время относит нас к прошлой архитектуре. Снег зимой – дело опасное. Об ухудшении погодных условий завтра предупреждает городское управление по делам ГОИЧС. Хотя ничего такого чрезвычайного вроде и нет. Ну, снег сегодня ночью и завтра утром метель. Ну, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Но бывали посильнее. Да, и мороз не страшный. Но предупредили, значит, так надо. Имеем в виду. А уточнит данный наш метеокор Иван Полехин. Ростовчане, хотел у вас поинтересоваться. У многих ли из вас есть домашние животные? Сейчас объясню, к чему я. Если у вас в доме живет кто-то, ну, живое существо какое-то есть, то обязательно сегодня насыпьте ему дополнительную порцию корма. Сегодня по народному календарю Агафья коровница. Это покровительница всего домашнего скота. Раньше, в стародавние времена, вопросы корма для животных зимой стояли очень остро. Но наши предки кормили в основном, подкармливали зимой, в основном коров. Ну, это хлопано достаточно. А вам будет достаточно своей кошке, собаке, ну, или харьку какому-нибудь дать дополнительную мису с кормом. Он будет вам за это очень благодарен. Но домашние животные это одно, а те, которые в силу обстоятельств живут на улице, тоже нуждаются в корме и поддержке. Не просто им придется в ближайшие дни. К примеру, завтра под утро в Донской столице пойдет небольшой снег. Ночью мороз 8-10 градусов, в течение дня температура будет меняться от 6 до 2 градусов со знаком минус. В небе, как и сегодня, почти без облаков, а значит солнечно. Влажность и давление в норме. Ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15. Так что наслаждайтесь зимой. И ваш Иван Полихин. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1rostov.tv и во всех соцсетях. В студии были Алина Николаева и Рубен Данов. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова